За прошлый год прокуратура города рассмотрела более 110 тысяч жалоб и обращений граждан. Массовые нарушения выявлены во многих сферах. Как только обнаружилось, что родители сами покупают учебники своим детям, из бюджета тут же выделили дополнительно 130 миллионов рублей. Но это все цветочки по сравнению со вскрытыми проблемами. Питерской прокуратуре самой первой стране удалось остановить разгулы горного подпольного бизнеса. Официально заявляю, на сегодняшний день ликвидирован игорный бизнес. В течение года практически мы его прикрыли, мягко говоря, уголовными делами, судебными решениями. В последнее время, вы знаете, было уничтожено публично 1700 игровых автоматок. Сейчас по решениям судов готовится еще около 3000. Пресекая нарушения законодательства, прокуратура города сама вносила поправки в законы. Надзорные органы инициировали 27 новых поправок и актов в законодательное собрание, которые без колебаний приняли в парламенте. Сегодня наш город по праву считается одним из самых безопасных городов России. В Петербурге уже много лет сохраняется стабильная обстановка. В 2012 году город на высочайшем уровне организовал и провел выборы президента Российской Федерации. Общими усилиями правоохранительных органов, прокуратуры, органов исполнительной власти, общественных институтов у нас создана многоуровневая система профилактики правонарушений. Во многом благодаря реализации профилактических программ, количество совершенных преступлений в Петербурге продолжает снижаться. Сегодняшняя прокуратура совсем не такая, как 20 лет назад, за два десятилетия из криминальной столицы России. Петербург медленно, но верно приобретает статус столицы юридической. Сейчас мы планируем дать самостоятельность больше районным прокурорам. Уходим от аппаратной опеки. У нас есть свои зональные прокуроры, которые проверяют районы. Мы сейчас это в течение первого портала делать не будем. И вот эту самостоятельность мы от районных прокуроров направим в главы администрации районных, начальников ОМВД. Аппарат начнет работать со средним звеном правительства и главка ОМВД. То есть мы сейчас, если так можно сказать, выходим на их площадку и будем вместе заниматься вопросами, оказывая им помощь на ведение порядка. День работников прокуратуры – это тот день, когда их нелегкий труд становится заметен всем и особо отмечается на самом высоком уровне. В этом году прокуратура Санкт-Петербурга, которую ставит в пример практически всей стране, как и прежде, поощрит и наградит сотрудников и присвоит лучшим очередные звания. Сергей Семенов, Анис Аглямов и Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok